В каком ты блеске России, дочь любима, где равную тебе сыскать? Венец твой перлами украшен, алмазный скиптр в твоих руках. Верхи твоих огромных башен сияют в злате, как в лучах. От норда, юга и востока, отсюда, быстротой потока, к тебе сокровища текут. Сыны твои, любимцы славы, красивы, храбры, величавы, а девы розами цветут. Субтитры создавал DimaTorzok Милостивые государи и государыни, спешу поделиться с вами моим открытием, «Я нашел страну, никому до сего времени, в подробностях неизвестную и никем еще не описанную. Страна эта лежит прямо против Кремля, по ту сторону Москвы-реки, отчего и называется Замоскворечье». Шутливые эти слова принадлежат Александру Николаевичу Островскому. Великий драматург родился здесь, на Малой Ордынке, и мог сказать по праву, «Я знаю тебя за Москворечья». Перед нами и впрямь удивительная страна. Точнее ли тут старину заливные пастбища? Луговина перед Кремлем именовалась Великим Лугом. Речная Старица, болото, отсекала в излуке продолговатый остров, где цвел и благоухал государев сад. Обстраивались садовые слободы. Южнее чуть ютилась Кадашевская слобода, овчинная, толматская и хамовный двор. Ткачи, бондари, кожевники предлагали свой товар буйно растущему граду. Более двух третей древней застройки находятся сегодня в излуке за Москвой рекой. Первые же воспоминания о Замоскворечье встречаются в рукописном документе 1365 года. А это могучее здание, прозванное в обиходе 30-х годов домом правительства, вознеслось над зеленым захолустьем спустя 600 лет. Вот он, размах московской истории. Шапка упадет с головы, если поглядеть на дом правительства с подворья Аверкия Кириллова, домного дьяка. Аверкия его палаты, единственная сохранившаяся в столице крупная городская усадьба 17 века. Кондитерская фабрика Эйнэм, ныне Красный Октябрь, основана вскоре после отмены крепостного права. Густой шахоладный дух вот уже более столетия привораживает ребятню с Берсеневской набережной. Трудно представить себе, что сладкой каторгой окрестили до революции конфетный рай Эйнэма. Трудно поверить, что в этих стенах рабочие в 905-м изготовляли холодные оружия для дружинников. Кинжалы, клинки, пики. Через Амоскворечья пролегают три крупные улицы. Пятницкая, Большая Ордынка, Большая Полянка. В их именах глагол времен. Полянка. «Триста сажен от Кремля по Яраке до Поля», бесхитростно рифмовали москвичи. Главное украшение Полянки – церковь Григория Неокисарийского, воздвигнутая Иваном Кузнечиком и Карпом Губой. Придерзостно были российские зодчие. «Не памяти юродивой мы возводили храм, а Богу плодородия, его земным дарам». Герчайший изразцовый флис делал рук Степана Полубеса, прозванного так, по поверью, за нечеловеческое почти мастерство. «Перейдешь через дорогу – другая эпоха». Новые здания отступили на шаг от мостовой, чтобы не подавить громадностью своей низкорослых предков, таких, скажем, как дом купцов Новиковых. Ныне этот особняк подарен детям, пионерам и школьникам. Еще с полсотни шагов, и снова мы в 17 веке. Успение в казачьей слободе. Окрестными переулками селились казаки, выходцы с юга, с Дону, из Запорожья. «Казак донской, что карась озерной, и крян да солен», – говорили.